Привет всем! Это Лена Раш и 10-й юбилейный выпуск новостей на 19.61. Уху! Поехали! Нирвана и суд о детской порнографии. Сегодня мы узнаем решение суда. Виртуального рэпера FNMECA назвали расистом. Джанет Джексон сломала Майкрософт. Морген Штерн создал онлайн-школу под кайфом. Суд Лос-Анджелеса отклонил иск Спенсера Элдена против группы Нирвана. Напомню, что парень снялся в 4-месячном возрасте на обложку альбома Nevermind. Альбом вышел в 1991 году и теперь мужчина утверждает, что у него психологическая травма. Саму обложку он приравнивает к детской порнографии. На снимке ребенок плавает в бассейне, абсолютно голый и тянется за долларовой купюрой. На самом деле я не знаю, это попытка хайпануть или действительно парню так плохо из-за того, что он вошел в музыкальную историю. Но также он не постеснялся набить у себя на груди Nevermind название альбома. И я думаю, что суд ухмыльнулся и засчитал это просто как попытку напомнить о себе. Потому что вряд ли, если вы увидите этого взрослого мужчину в жизни, вы хоть как-то его просоциируете с младенцем, который участвовал в фотосъемке фиг знает когда. Поэтому, Спенсер, посмотри на свою грудь, прочитай там Nevermind, что значит пофиг и забей. Сегодня мы празднуем не только юбилей наших выпусков, но и мы готовы поздравить приложение Shazam с их 20-летием. И сейчас мы обнародуем, расскажем о некоторой статистике, которую удалось собрать с помощью Shazam за эти долгие десятилетия, целых 20. По словам Apple, ежемесячно приложение использует 225 миллионов человек, а количество Shazam за все время существования этой приложухи перевалило за 70 миллиардов. За 70 миллиардов. И самым популярным исполнителем, который набрал наибольшее количество Shazam, сейчас должен появиться Чурошов, и сказать, я эксперт по Дрейку, и это был Дрейк. 350 миллионов прослушиваний в Shazam, Shazam или его 350 миллионов раз. И самая популярная песня Дрейка, которую люди искали, чтобы добавить себе, это One Dance. Первый трек, набравший 1 миллион распознаваний, Кеша, TikTok в феврале 2010 года. Первый исполнитель, набравший 1 миллион распознаваний, это Lil Wayne в 2009 году. Первый исполнитель, набравший 100 миллионов распознаваний, Дэвид Гетто в мае 2015. Самая популярная песня за все время существования сервиса, Tones and I, Dance Monkey, 41 миллион распознаваний. Пиши в комментариях, что ты Shazamил недавно. Составим свой собственный плейлист. Сейчас будет новость из области высоких технологий. Лейбл Capital Records подписал к себе рэпера FNMECA, который создан искусственным интеллектом. Но в музыкальной среде эту сделку не оценили, и контракт пришлось расторгнуть. Популярность FNMECA начинается, естественно, с TikTok, где в свое время этот искусственно созданный рэпер набрал более 9 миллиона. Аудитории. Рэпер был разработан лейблом Factory New, который называет себя первой виртуальной звукозаписывающей компанией. И, соответственно, песни данного музыканта работают на основе алгоритмов. Данные собираются с социальных сетей, из видеоигр, учитываются предпочтения людей. И, соответственно, создается музыкальная композиция, саунд дизайн и так далее. Но помимо этого, с рэпером работает целая команда живых людей, музыкантов и продюсеров. И, по словам совладельца Factory New Энтони Мартини, пока, к сожалению, алгоритмам и роботам не подвластно заменить человеческий вокал. Поэтому рэперы озвучивают профессиональные вокалисты. Да, вот такая интересная вещь вышла и не зашла. Несмотря на то, что для искусственного интеллекта могут постоянно генерироваться тексты, генерироваться идеи. Но сама задумка, на самом деле, в глобальном смысле была не об этом. Мартини отмечал, что, например, недавно у Тейлора Свифта случился конфликт с ее продюсером. И задумка в создании вот таких вот искусственных персонажей состоит в том, что лейбл как бы создает для себя некую такую безопасную ситуацию, когда артист не пропускает концерты, потому что он нарисованный. Он не приводит фанатов в гримерку, не нажирается там, потому что он нарисованный. Он никогда... у него не бывает плохих концертов, потому что он нарисованный. Его можно контролировать. Соответственно, он не стареет, его можно в любой момент перерисовать. И, соответственно, он никогда не умрет. Что касается трека, который выпустили как заглавный сингл, это трек с Гума. Я его послушала. Трек самый обычный, на самом деле, если вы его где-то начнете листать, найдете в плейлисте, вы никогда не отличите голос Эфан Мэка от голоса реального артиста. Это действительно так. Но сама реакция людей и вообще рэп-сообщества на этого странного персонажа с квадратной бородой и зелеными волосами, каким-то неестественно зелеными, то есть для меня он выглядит еще страшнее Ген Уэста. У него еще борода как-то разделена надвое. И цвет его кожи... Ну, на самом деле, он похож... Ладно, давай сюда. Он похож на белого мужчину больше, чем на черного. Он белый. Но в своих треках, в своих песнях, которые ему генерирует искусственный интеллект, он употребляет N-word. Не буду говорить, что это значит. Можете загуглить, иначе нас забанит. И, соответственно, реакция черного сообщества, если судить по тем же реакциям на YouTube, она крайне негативная. Они, естественно, сразу все ущемились, назвали этого нарисованного персонажа расистом. И я думаю, еще именно поэтому Capital Records разорвал свое сотрудничество с Factory New и убрали FNMEC с горизонта. Не соответствует задумка действительно тому, что нужно людям. И как бы вот эти тысячи алгоритмов не генерировали тексты, саунд-дизайн и прочую мишуру, людям нужна естественность и нужна душа. Им нужна душа. Поэтому получилось кринжово. И вот пока в светлое будущее со стимуляциями и матрицами мы не попадаем. Слава тебе. Сейчас некоторый экскурс в прошлое и любопытный факт о песне Дженни Джексон Rhythm Nation, которая ломала ноутбуки неких производителей его времена Windows XP. Об этом рассказал официальный представитель Microsoft Реймонд Чен в официальном блоге компании. По словам Чена, с этой проблемой столкнулся один его знакомый техподдержки Microsoft. То есть, если этот трек Дженни Джексон запускался на неком ноутбуке, он сразу же ломался. И помимо этого, ломались те ноутбуки, которые находились рядом. И самое интересное, что они действительно долго не могли понять причину проблем. Но все оказалось просто. Все дело в частотах, которые содержались в треке Rhythm Nation. А в итоге они выяснили, что просто-напросто ломался жесткий диск, который входил в резонанс с частотами трека. Да, это возможно. В итоге, производитель данных ноутбуков просто выпустил новый аудиодрайвер, где были частотные фильтры. Вот так вот Дженни Джексон вошла в историю со своим треком как великая ломательница ноутбуков и магазина. Новости из мира инагентов. Рэпер Моргенштерн открыл свою онлайн-школу в соавторстве со своим гитаристом. Школа называется Kife Music School. Пока имена педагогов неизвестны, но вроде как говорят, что славы Марлоу там не будет. И, соответственно, людей будут учить звукорежиссури, саунд-дизайну, игре на определенных музыкальных инструментах и так далее и тому подобное. Уже началась предпродажа курса гитариста Артура, который называется 66 часов гитары для даунов. Ну что, нам остается только понадеяться, что в Kife Music School не будут даваться уроки под кайфом. Но в нашей академии все преподаватели кристально трезвы и профессиональны. И, помимо прочего, у нас существует формат офлайн-курсов. И я хочу анонсировать для вас новый проект, который называется «Индустрия». И он призван объединить артистов и продюсеров. На базе этого проекта ребята будут объединены в команды, где под тщательным взором наставников и коучей будут создавать 4 хитовых трека под предводительством, внимание, 16 экспертов. А работать ребята будут в нашей студии Академии 1961 и научатся создавать треки с нуля. Будут работать с музыкантами, с саундкрайтерами, саундпродюсерами, будут учиться новым навыкам. Также будут учиться продавать свою музыку в соцсетях и правильно репрезентовать себя для лейблов. Ссылочка в описании. С вами была Лена Раш и 10 выпуск новостей на 1961. Не забывай подписываться на наши соцсети. Телеграм, ВК, Инстаграм, Ютуб. Все это создано для тебя. И там раскрываем секреты звукорежиссуры, маркетинга и мастеринга. И много чего еще интересного. Также на базе всего этого создано наше комьюнити, где вы можете общаться с единомышленниками, обмениваться комментарием, собственным опытом и узнавать все о наших новых проектах и курсах. Поэтому не упусти свой шанс. Подписывайся и подписывайся на меня в Инстаграм. Подписывайся везде. Вау. Просто. Пока. Делай больше музла. Stay tuned. Пока. Пока.